Здравствуйте, и с вами новости зеленые точки старта. Многие задавались, наверное, вопросом, когда крупные автопроизводители придут в Россию со своими электромобилями. И, видимо, в мае мы уже получим ответ на этот вопрос. А теперь по порядку. Согласно сообщениям японских СМИ, а именно Иомиори Симбун, в мае альянс Renault-Nissan Mitsubishi планирует разработать план укрепления своего альянса, который дал трещину после скандального ухода бывшего руководителя группы Карлоса Гона. Тогда даже поговаривали о распаде альянса, учитывая и тот факт, что в этом партнерстве не было создана единой электромобильной платформы. Практически народный Nissan Leaf и бестселлер-продаж в Европе до прихода Tesla Model 3, Renault Zoe, хоть и производились компаниями, находящимися в одном альянсе, но в их основе не было единой платформы, как это сейчас делается, к примеру, в группе Volkswagen. И вот кажется, что в союзе Renault-Nissan-Mitsubishi пришли к единому мнению, что надо что-то менять. По данным инсайдерских источников, руководители Renault, Nissan и Mitsubishi пришли к согласию, что необходимо усилить совместную разработку электромобилей и технологии автономного вождения. В области электромобилей альянс планирует увеличить количество совместно разработанных моделей. Эта часть плана включает в себя небольшие городские электрокары и электрические кроссоверы и внедорожники различного класса, от компактных до Макси, которые должны появиться на рынке к началу 2023 финансового года. В дополнение к разработке единого шасси, Nissan, Renault и Mitsubishi будут делиться электромоторами и аккумуляторами. Также планируется производственная и логистическая консолидация. Более конкретных данных относительно технической части японские журналисты не разгласили, однако они подчеркивают, что если не говорить об электрических бестселлерах Nissan и Renault, о которых было сказано выше, то видно, что у японских представителей альянса нет в линейке моделей класса Twingo и City KZE, он же будущий Dacia Spring. Тут, честно говоря, я не особо понимаю досаду японских коллег, так как в ноябре 2019 года Nissan представил замечательный кроссовер Aria. А теперь самое интересное. По данным этих же источников, для лучшей оптимизации процесса производства электромобилей альянса, эти модели, построенные на новой единой платформе, будут собираться на одних заводах. То есть так, как это сейчас начинает делать Volkswagen на своем заводе в Цвикау, где на одном конвейере будут собираться электромобили разных брендов группы, но созданные на единой платформе MAP, то же будет и с электрокарами альянса Renault Nissan Mitsubishi. И одними из этих заводов, предположительно, станут заводы в Южной Америке и России. То есть мы имеем все шансы уже в ближайшие годы получить российский локализованный настоящий электромобиль группы Renault Nissan Mitsubishi. И это замечательно. И, кстати, за это надо все-таки поблагодарить гонимого Карлоса Гона, так как именно он создал производственную основу, которую альянсу надо загружать в избежание убытков от их простоя. Будем ждать официальных пресс-релизов от участников альянса в мае. Думаю, они будут вполне позитивными. Редактор субтитров А.Семкин